всем привет здрасте ребята значит у нас сегодня юрий в качестве водителя владимир в качестве пассажира и в качестве задних пассажиров тигран и василий василий и тигран смотрите вот так я могу делать вот значит тысячу лет не снимали покатушки решили снять покатушки собственно говоря надо еще понять о чем будут покатушки вот мы просто после работы юра вел индивидуальные занятия тигран тут шевелил индивидуально человека мы с вася снимали для вас интересный контент вот и в общем собственно сейчас после работы мы решили прокатиться по городу на тазу и чуть вам рассказать если там еще страны я хотел наверное поделиться тем что я в эту тему вообще качаю уже давно что у нас появились женщины в тренинге вот нет тема очень сильно нравится потому что пошли качественные изменения после того как нам начали приходить девочки да и хотя оказывать свои услуги вот и так очень интересно или об этом говорите что за услуги скажите пожалуйста сейчас секунду это немножко рулю поэтому мне пока помогаете а вот ты можешь досмотреть за дорогой и собственно говоря рассказывать то есть у нас на тренинг приходят женщины регулярно теперь мы это сделали опять же мы его постоянно улучшаем поэтому решили туда пригласить женщин теперь на постоянно стоит зачем они дают обратную связь потому что это те женщины которые вам на улице возможно ничего правдивого не скажут скажет конечно мужчины должен то должен все должен это а там мои атмосфера располагает что они себя ведут таким образом что они говорят все как есть и как мы их эксплуатируем то есть мы берем парней по желанию они дают им обратную связь то есть глядя на парня что какие мысли возникают у девушки как он общается некоторые действительно настолько зажаты причем это может быть кмс или кто серега он кто по боксу профессиональный профессиональный вообще боксер да то есть при этом когда он в жизни очень реализованный мужик но когда допустим он подходит девушкам у него прям какая-то улыбка на лицо то есть который от которой он долгое время него к избавиться вот такой весняшный зефирный вот и с помощью этих женщин мы вытряхивали из него вот эти киши разметки московские которые просто на понатыкали я не знаю зачем вообще ели дело питер как вы понимаете просто едешь как вы или там самара там вообще нет ничего не разметки вот и еще эти женщины они как бы их можно обнимать там отрабатывать на них кинестетику вот собственно говоря из новостей это в юра вообще за тебя я как раз хотел рассказать у меня вот было два чувака которые занимались индивидуально первый который не проходил тренинга 2 который проходил и вот там в тренинге женщины дают себя обнимать потому что вы очень часто на подходах когда в конце уже все завершили взяли телефон и неплохо было бы их при обнять вот парни которые не обнимали женщин в тренинге они там как-то вот это все делает криво осторожно всегда боятся то есть они раньше даже так не делали не пробовали прижиматься обязательно нужно к тетям там писик писи как мы это да любим называть и даже вот зная что это нужно делать все равно ребята стесняется по одной простой причине что привычки нет тупо нет привычки да они не пробовали а сейчас у вас там будет возможностям раз там не знает 10-20 вот эту женщину к себе прижать красиво там очередь устраивается да и вот разница в том что кто не был на групповом им приходится еще до объяснять и даже показывать иногда на себе к сожалению как это все надо близко обниматься вот андрюха который сегодня занимался он прям всех с удовольствием кстати этот закрытом чате его подходы сегодня выложу вы посмотрите как надо там реально обнимать женщин просто хорошо что теперь это у нас есть хорошо что теперь у нас есть женщины благодаря ну и вообще про киноэстетику чтобы немножко контента как говорится да то есть смотрите показывать москву кто все некоторые же не были ни разу да то есть мы тут будем мы уже из центра выезжаем едем по каким-то маленьким улочкам но этот вопрос о том что смотрите сколько женщин даже здесь можно есть знаком практиковаться да то есть вон какой-то там интересное платье идет с длинными очень волосами то есть по поводу киноэстетики да то есть она очень важно но опять же все нужно делать смотрите вот тоже какие-то белые штаны вот тут сейчас будут длинные волосы какие-то с платьем вот с мужчиной правда идет девушка очень красиво вот ребята это мы выехали из центра в центре вообще просто огромное количество людей то есть к вопросу о том что если у вас есть возможность приехать в столицу просто попрактиковаться даже обязательно это сделаете считаю что будний день еще да то есть по поводу киноэстетики она должна быть при знакомстве но не надо с этим борщить потому что те видео с подходами которые показывал раньше они конечно немножко не для взрослых дядек я это показывал специально чтобы понимали что все это возможно и на это хорошо реагирует где-то за ручку где-то за локоток придержали обязательно на прощание при обняли девушку то есть если мы говорим о знакомстве если мы говорим о вон еще тоже какие-то интересные если мы говорим о свиданиях там безусловно киноэстетика это ваше все то есть если вы там не сближаетесь с девушкой не трогаете ее то ну так устроен мир я не знаю почему так как бы может быть это не спон еще какие-то несправедливо это же какомара улице да или нет это не главное но киноэстетика очень важно потому что если вы не будете делать вы действительно будете попадать девушкам друзья и насчет дружбы с девушками что думаете кстати по поводу вот этого вот этой формулировки давай останемся друзьями вообще что есть сказать ребятушки но это значит ты все уже сделал неправильно до этого то есть это как бы для меня это практически приговор потому что ну в общем если ты для женщины не явился мужчиной то есть не проявил свою мужскую энергию не распустил руки да вот в том если сейчас говорим про киноэстетику потому что когда вы берете телефон они не вызваниваются но это значит в том числе вы не раскрылись как мужчина не позволяли себе многого говорить не позволяли себе трогать лишнего вот и собственно говоря раз вы ничего себе не позволяете вы потом только можете позволить себе поддрочить в принципе если говорят что давай останемся друзьями но если выражаясь культурным языком вас очень вежливо просто слили очень вежливо на вас нахуй послала я думаю что это и так все понимают вообще просто да то есть останемся друзьями то есть что значит друзьями вы ими и не были никогда да и не будете потому что одно дело когда тебе твой друг говорит там спустя пять лет дружбы с тобой как давай все-таки восстанешься с тобой друзья когда ты ему что-то предложил ну логично вы были друзьями просто нет никакой дружбы там тем более после нескольких он еще идут смотрите сколько девчонок после нескольких свиданий тем более какие вы на 5 девчонки что же такое-то ребята досмотрите есть на компа практиковаться самое главное что они ходят красивые нарядные причесанные там побрит с побритой спиной даже некоторые вот с ногами и некоторые даже вот и они все открыты для общения то есть они также одиноки они также у них единственное что может быть больше каких-то кандидатур но устраивает ли их эти кандидатуры это другой вопрос кстати вот вопрос давай останемся друзьями многие ведь соглашаются на это думая через какое-то время удастся все-таки все-таки изменить эту картину и как-то сблизиться с этой женщиной но на самом деле как показывает практика женщина же это видит и чувствовать сразу и к сожалению немало кто может этим просто пользоваться чтобы вы оказывали какие-то услуги выполняли какие-то не интимного характера или естественно да вот деток там выручить это просто такая очень удобная рядом причем удобное приспособление которое выполняет любую прихоть а вы будете вынуждены выполнять вы же надеетесь что удастся сблизиться возможно а это происходит по одной простой причины что нет другой абсолютно альтернативы и вы опять же их не трогайте боясь что сейчас испортите все и что-то сделаете лишнее откуда этот корни страха это долгая история но вспомогательная скажем причина этого страха является конечно же женское поведение когда они ты их начинаешь трогать они говорят что ты делаешь ты все портишь что-то там еще что ты слишком торопишься а-та-та ну то есть это обычные правила я думал ты нормальный да просто я хотел показать людям москву но коль уж мы сейчас пересечем садовое кольцо и там уже дальше москва закончится как говорится вот она гораздо раньше чем замкадом заканчивается ребят если кто-то не местный жаль чтобы сам центра не показали но у нас сейчас как бы дела на районе ну то есть нам нужно все-таки проводить юру в другой город в петербург мы можем сейчас поставить вот так что еще ребятушки значит что важно вообще мужчины для того чтобы у вас все было хорошо женщин есть какие-то рекомендации кстати возвращаясь вот к вопросу наличия уже сейчас женщин зале я думаю прекрасно помните какой на самом деле очень сильный эффект на многих это производит это для меня сравнимо когда хищник почувствовал кровь ему это понравилось и он хочет эту добычу но это испытать это ощущение вновь если помните у нас приходил рома сколько 48 лет было такой айтишник такой взрослый мужик из питера я из москвы такой интеллигентный разорова короче да да очень спокойный взрослый мужчина но когда мы ему сказали сделать с этими девушками в зале определенные вещи у него в глазах просто какой-то зверь там взгляд просто такого зверя значит внутри хорошего за словами вот этот момент ему очень сильно помог и он вот именно с этого дня вот тренинги совсем по-другому стал начал всех придушивать мы и только заходим в зал и он всех своих учеников и нас да но это действительно как будто бы ему разрешили дали попробовать и еще и сказали круто то есть там же еще девушки говорят правильно ли он придушивает или нет то есть где вы такое увидите это как не обнимают как нет ну и так далее если прям особо стеснительные парни бывают но такие тоже приходят мы им даже просим чтобы они чуть-чуть руку опустили еще ниже ниже потому что на самом деле приходят люди которые по несколько лет даже не прикасались к женщине и когда они как-то стало нормой какой-то мы спрашиваем сколько у тебя не было женщина говорит ну года два то есть и для меня это вообще но не 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 мыслимая история но как и странно отлично выглядит не глупый человек но вот так сложилось что именно с женщинами у него никак а какая может быть радость жизни удовольствие в жизни если это базовая такая потребность природная к сожалению не мы это придумали природушка природа мать так и это же не только а сексе да это о том чтобы тебя там обняли что-то там хорошее сказали тебя ждали дома приготовили тебе поесть есть ты это самое так же делаешь все кроме приготовили поесть кстати тут недавно был вопрос в телеграм-канале кстати если кто-то еще не подписан на телеграм-канал здесь внизу есть там парень за этот вопрос говорит почему-то у нас с девушкой только я готовлю завтрак моем понимаете вообще не должен готовить завтрак а не только я она типа не хочет прикинь там просто спит на бухая после ну да но это как женщина но никогда не будет ценить и любить мужчину который готовит там завтрак она спит и он говорит когда мы у меня только я готовлю завтрак когда у нее она вообще не готовит завтрак но спрашивается тогда зачем вообще как по мне вообще не она то есть скорее всего он раз решил сделать приятное давай решил сделать приятное но ей понравилось она подумала что но так и будет если тебе нравится делай причем не исключено что для другого какого-то мужчины да она вполне себе может этот завтрак готовить с это не но что не довольство а это именно так и будет просто корейство даже и не говоря именно так но в принципе ничего такого нет если он там приготовит какой-то ужин на какое-то блюдо какое-то разовое событие раз в месяц там но просто ему захотелось самому как известно лучшие повара все таки это мужчины и в этом ничего такого нет но делать завтрак но все-таки я думаю это участь женщин это то минимальное когда она именно заботиться о мужчине чего люди говорят на тренингах на индивидуалке так ну то есть что из последнего то есть что какие у них боли что у них не получается что если мы берем раме или там кого-то вот сегодня был момент пришел бы парень который из чата просто мы его позвали пошевелили до посмотреть что и как он не на тренингах нигде никогда не был канал смотрит 2 миллиарда лет естественно еще с юрского периода вместе с бронтозавром вот смотрю да и вот он пришел вместе с ашотом григоря да кстати ашот большой привет и вот внешне нормальный парень неглупый нормально разговаривает и когда я у него спросил а ты когда вообще с женщинами так тесно общался я просто понимаешь что реально ашот ашоте козы 3 киеве тебе уже пора прийти к нам короче ты все смотришь вадим и теоретика да и просто на этот вопрос он будет если честно я даже не помню и вот сейчас речь идет о чем-то я ему задаю вопрос а тебе как с этим живется он смотрит на меня он будет если честно я не знаю как один у нас сказал я уже привык но это самое ужасное если человек приучает себя к этому нет понимаете одно дело когда у человека какая-то ну допустим псевдо безысходность да когда у него там пять детей не знаю уволили с работы он потом устроился на какой-то завод и обнаружил что он там уже три года работает не знаю там три смены и говорит я уже привык ну потому что нет свободной минуты даже знаешь поискать другую работу или что-то как-то да или в че в тюрьме человек сидит даже к этому уже привыкаю до 20 лет могут отсидеть и потом выйти и здесь не социализироваться захотеть обратно но когда вокруг ходит входит женщины да то есть тебе никто не запрещает с ними взаимодействовать и люди говорят я уже привык вот странно а я у него как раз прошу а как ты его неужели ты вообще не не подходил все это время он говорит у меня обычная история как было я выхожу думаю все я сейчас пойду буду подходить там знакомиться и так далее приходит приезжаю стою думаю проходит пять минут десять минут полчаса кое-как себя уговорил чтобы подойти вроде подошел что-то там сказал и вроде как-то не сложилось я думаю на черт я приехал поеду домой потом говорит проходит сколько-то месяцев думаю надо опять сходить и так представляешь это на сколько у людей по пять шесть лет когда у него сколько раз бывало когда по всем делать попытки все-таки да но такие разовые и чашпо был он раз на части убедить себя в том что ну я вроде как-то стараюсь но не получается а по факту многие люди представь сколько лет проходит они убеждают себя в чем что это якобы не моё ну не дано мне и вот мы сегодня с ним разговаривать в течение часа он взял там где-то четыре номера причем очень таких интересных девушек последний а это уже пятая или шестая была нет это без этого было это уже мы когда в конце не но с ним приятно было что он ему говоришь иди сходи он там не не запланируется за жил на что такое ну ладно пошел я даже как-то странно я сейчас одну секунду покажу у нас светофор до задница сейчас уедет просто но нам тоже какие задницы муж как говорится не все не в тех летах а вот там на велосипеде видите а вот там вот для вас вот специальный репортаж задницей на и он говорит что удивительно говорит для меня странно что вот рядом с тобой вот когда ты говоришь допустим он иди к ней я говорит вообще не думаю я просто говорит иду когда я один я постоянно начинаю думать идти не идти а что сказать что будет как будет и проходит какое-то время все естественно человека парализует и он не хочет это делать я это опять же почему многие когда вот проходит так несколько лет они себя убеждают в том что они этого не достойны но не дано им мир я будто от них отвернулся а по факту я ему сегодня когда говорю теперь ты понимаешь что все одно секунду всех дико перебью смотрите вон там вот не знаю видно или нет там на велосипеде да она вот там вот едет очень такая аппетитная девушка для многих ну жаль она уже уехала в темноту вот она знает что мы сейчас показываем вам поэтому то будет а чего толку ты себя демонстрирую да я вас перебил коллеги да и в завершении просто я в конце теперь говорит ты понимаешь что все зависит только от тебя это не мир от тебя отвернулся а это ты сам так решил убедил себя в этом он говорит да вот это я бы я бы это самое главное что ты должен понять что все зависит только от тебя ну парень на самом деле очень сильно вдохновился и я надеюсь что все-таки сегодняшнего дня у него все будет по-другому причем видите люди даже которые делают попытки у них может быть не получилось что-то сразу не идеально да там ожидания были другие и они опять там затухли сделали какие-то неправильные выводы о себе это не мое мне не дано туда-сюда и так далее но как сказать везде же нужна практика какой-то опыт да то есть если вы этого не делали и при этом это достаточно волнительный процесс для вас конечно же нужно сделать чуть больше раз просто но не настолько больше чем вы думаете за этим дискомфортом обязательно будет что-то приятное такое хорошее светлое доброе кстати вспомнил еще какую отговорку мне говорил как он говорит раньше думал гитача я пойду вот пойду но возьму говорит я телефон а чё дальше чай там на свидание ягод не знаю что как делать все равно типа ничего не будет но а смысл тогда мне идти как технично люди сами себя убеждают на самом деле многие не могут сами это сделать не могут сами начать мы сейчас технично продаем услугу которую мы активно пропагандируем когда ходим на свидание с людьми это наша любимая часть работы меня правда не берут туда последнее время но это очень здорово когда мои коллеги сидят на свидании с человеком не смысле что мужчина и кто-то из вот этих ребят мужчина приглашает на свидание девушку ну из кто-то прошедший практику или кто-то из нашей всей тусовки кто-то из моих коллег сидит за соседним столиком пожирает еду очень аппетитно это кстати такая забавная штука и наблюдает за свиданием снимает где нужно какие-то моменты на видео дает ему обратную связь и самое такое забавное когда он пишет смс в whatsapp что нужно сейчас сделать и у нас есть договоренность что человек обязательно эти смс каким-то образом читает игнорирует да и забавно наблюдать когда сидит тип там что-то с девушкой ему идет сигнал сейчас руку кладешь ей вот внутрь на внутренняя часть бедра короче и он такой вот момент вот таким взглядом смотрит на кого-то из ребят это что же вы такое пишите и когда он это делает все равно то есть она не убирает руку и получается что человек открывает для себя новую какую-то такую грань что оказывается это можно было делать и это все получается это все легко и я себе просто не разрешала для нас это любимая часть работы потому что там можно спокойно посидеть поесть и забавно наблюдать за лицами людей которые получают эти смс вот что еще ребятушки скажете чтобы мы это выложили без монтажа минут пять-семь еще поговорим да кстати пока ребята что-то придумывают за знаю что у нас день рождения пытаясь не будет я как раз это и хотел сказать что у нас юбилей тренинга практика то есть нам четыре года именно вот этому формату который как я уж кому постоянно улучшаем внедряем туда максимальное количество инструментов которые позволяют вам получить результат из 25 по 28 там опять какие-то две прошли красивые женщины значит мы с вами в москве где очень много девушек будем проводить тренинг практика это юбилейный формат будет много очень крутых нюансов которые в честь праздника туда введены и в общем давай расскажем какие что-то как как обычно увеличенное время то есть она бывает на майский и на день рождения по времени 4 полных дня полных то есть вы добавили полден конечно же женщины конечно же куча обратной связи от них что еще там более главные это скидка до скидка у нас какая-то у нас еще скидка как говорит юра правда я об этом не знал в честь дня рождения практики то здесь внизу вы можете оставить заявку указывает и ты позвонил спросил про скидку на день рождения тогда кстати до пробок вот про мупер слушать нет спросил скидку спросил да ну такое кто это для чтобы понимали что вы пришли с этого видео ребят туда смотрел этот эфир тот и придет обязательно эту фразу скажите мы сделаем скидок мы хотим чтобы там собралось нормально адекватное количество адекватных людей собственно говоря думать и один из них кстати мы этот тасс взяли как там каршеринг как как этот тасс называется юрий генезис генезис генезисович как тебе мне нравится кстати смотря то что я хен это хендай я не очень люблю хендай но вот здесь я вам скажу так это если кто-то ездил на этом корыте очень мягкий вот этот вот пластик все руль вообще какой кайфовый вообще сзади какие-то мужики прилагаются в комплекте сразу двое вот при любом просто генезисе они сразу будут вас ждать там вот что еще вам сказать собственно как то так вот было бы здорово если бы задавали вопросы но кстати мы еще сможем еще на 5 секунд выйти в эфир в телеге да 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 здороваться да этому ребятушки кстати телеграм-канал тут внизу ссылка на практику на юбилейную здесь внизу да потому что ну хоть поздоровались как говорится нашей командой и не вне весь состав да ну основная часть саша гладышенко да мы его спрятали сзади багажник в этот раз собственно его очередь вот напоследок не пытайтесь идти против природы она в любом случае победит просто кого-то раньше кто-то пусть не таки смотрят давайте возьмем я все-таки верю что нас смотрят нормальные мужчины с нормальным с нормальными взглядами на это ориентирование да спортивное ориентирование ребятушки короче все мы вас будем рады видеть двадцать пятого по двадцать восьмое и вообще августа естественно вот всем большой привет всем добра всем мира всем любви и так далее пока пока